Два часа дня в Одессе. Как всегда в это время рассказываем вам все самое важное, что известно нам к этому часу на сей раз о первой половине дня понедельника и минувших выходных. В студии Максим Малынов. Здравствуйте. Утро сегодняшнего дня для одесситов выдалось действительно тяжелым. Рабочая неделя началась сразу с нескольких ДТП в разных концах города. Это существенно осложнило многим дорогу на работу. Одно из происшествий произошло на фонтанской дороге у Галгаршина. По предварительным данным пожилая женщина переходила дорогу по пешеходному переходу, а прямо на зебре на нее наехал красный Хюндай. Пенсионерка получила телесные повреждения, а вот до приезда скорой помощь пострадавшей оказывали очевидцы трагедии. Двое погибших и двое пострадавших. Такой страшный результат серьезной аварии, которая произошла накануне на Киевской трассе. На въезде в Одессу причина трагедии, по предварительным данным, все тот же алкоголь. Двое нетрезвых мужчин, которые перепрыгнули через отбойник, пытались перебежать дорогу и попали под колеса легковушки Митсубиси Кольт. Оба погибли на месте. У водителя перелом руки и черепно-мозговая травма. С ним в машине находилась маленькая дочь, она, к счастью, не пострадала. Ну а там же позже столкнулись еще две машины, легковушка и микроавтобус. Разбираться с обстоятельствами трагедии на место прибыла полиция. Два пострадавших, один с автомобиля, который непосредственно совершил наезд. Там водитель, там травмированная рука у него была. И второй пострадавший, это женщина со второго автомобиля, который, увидев аварию, затормозил, сзади в него влетел микроавтобус Вольцваген. В итоге женщину тоже забрала скорая. По предварительным данным, у нее сотрясение мозга. Двадцать три с половиной миллиона гривен. Столько одесский горсовет собирается потратить на проектировку новой ливневой системы. Точная стоимость самих работ пока неизвестна, но нулей в ней, вероятно, будет намного больше. Эти данные сегодня утром прозвучали в горсовете в ходе аппаратного совещания. О чем еще говорили, слышал мой коллега Игорь Хмурый. Рабочий день на Думской стартовал спокойно, без митингов, кордонов, камуфляжей, шума и драк. Возможно, дело в том, что мэр Геннадий Труханов аккурат в день совещания ушел в очередной отпуск. После краткого отчета о подготовке систем ЖКХ к холодам, депутаты просмотрели промо-ролик о грядущей реконструкции ливневок. Знакомый рекламный голос и тревожная эпическая музыка, наверное, должны были шокировать собравшихся новостью. После каждого серьезного дождя Одесса частично превращается в Венецию. Ливневая система улицы Приморской имеет стопроцентную изношенность. Во время ливней она переполняется. Через переливные окна по четырем самодечным выпускам стоки поступают в море. Такая же ситуация и в других районах Одессы. Это подвергает угрозе жизни и здоровья отдыхающих на всех пляжах. При интенсивных осадках Приморская и Таможенная площадь затапливаются. Через люки-колодцы вход с быт стоками и продуктами жизнедеятельности. Мэрия рассчитывает на финансовую поддержку государственной областной казны. Ведь общая смета проекта составит около трех миллиардов гривен. Только за проектные работы придется выложить больше, чем за весь ремонт теплотрассы на Сигетской. Примерно 23,5 миллиона. К слову, не забыли депутаты и про транспортные коллапсы за перекрытие упомянутой улицы. Прозвучало предложение открыть для проезда автомобилей одну полосу. Но в мэрии эту идею не поддержали. На улицу Сигетскую запустить транспорт нецелесообразно. В связи с тем, я был в субботу и воскресенье, там работает большая техника. Она, естественно, будет мешать автотранспорту. И автотранспорт будет мешать технике работать. Здесь единственный вариант. Мы говорили уже с департаментом транспорта. Может быть, фонтанская дорога от улицы Сигетской до улицы Артелийской. Вот, в сеть одностороннее движение. Надо рассмотреть Александр Васильевич. Главный транспортник Одессы уточнил. Сейчас проект ждет согласование с полицией. Правда, сразу же добавил. Он имеет ряд серьезных недочетов. Сейчас схема уже организации готова. Мы ее направляем в полицию. Схема имеет проблемных вопросов. Это вопрос номер один. Это как обеспечить безопасные переезды машин с односторонней по фонтанской дороге на улицу Гагарина. Потому что там большое пересечение с двумя рядами. Со средней фонтанской и пересечение. И второй вопрос. Ну, также связано с безопасностью движения. Но схема готова. Мы, как только сумею в полиции, сделаем изменения и проинформируем через детскую массу информацию. После окончания совещания Илько уточнил. Изменения на фонтане – это не единственный рассматриваемый вариант. Также скоро односторонним может стать и движение по французскому бульвару от улицы Академической в утренний час пик. Как подытожил вице-мэр Орловский, утверждение новой схемы в полиции займет примерно два дня. Игорь Хмур и Валентин Мирза, Седьмой канал. Служба безопасности Украины задержала на взятках двух одесских чиновников. Совместно с прокуратурой задержан руководитель одной из управлений государственной фискальной службы. Налоговик требовал от предпринимателя деньги за положительное заключение проверок, а также на неначисление штрафных санкций. Чиновник оценил свои услуги в 3 тысячи долларов, однако позже сторговался на одну тысячу. Кроме того, спецслужба задержала одного из руководителей Госпродпотребслужбы Украины в Одесской области. Он требовал от предпринимателя 10 тысяч гривен за разрешение на добычу и использование воды из артезианской скважины. В Одессе жители района Черемушки устроили митинг против застройки зеленой зоны. Жильцы домов на Филатова 12 и 14 боятся, что их здания развалятся из-за проведения строительных работ по соседству. На место собрания возмущенных горожан прибыли активисты, а также полиция и представители охранных структур. На конфликтной территории побывали и наши корреспонденты. Зеленый участок возле домов 12 и 14 по улице Филатова обнесен забором. Раньше здесь выходили на прогулку с домашними животными, а сейчас собираются начать стройку. Предположительно, по данному адресу вырастет бизнес-центр, но конкретные цели нового здания никто не указывает. Местные жители рассказывают, что их дома могут разрушиться, если начнут перекапывать почву по соседству. Кроме того, по их словам, на этой территории под землей проходит теплотрасса. У нас здесь проходит теплотрасса под нами. И, как говорят жильцы, которые живут здесь, основание дома, что под нами есть подземное озеро. Оно огромной территории. И если начнутся какие-то здесь стройки, наши дома просто дадут трещины. Мы просто останемся без жилья. Здесь забор и не должен стоять, потому что здесь находится противотуберкулезный диспансер. И по закону здесь должна быть санитарная зона. То есть рядом здесь ничего не должно находиться. Это раз. И здесь под землей проходит городская теплосеть. На встречу с возмущенными одесситами приехал и представитель застройщика организации «Инжиниринг профи». Представитель фирмы свои действия называет законными. Говорит, теплотрасса находится не на пятне застройки. Готов провести ремонт в подъездах, прилегающих к стройке домов, и установить детскую площадку. Те деревья, которые мы, если вдруг надо будет снести, мы готовы компенсировать. Посадить в два-три раза больше. Это раз. Те деревья, которые можно будет перенести, мы перенесем. Тем временем противники незваных гостей на Филатова не скрывают, что их голоса хотели подкупить. Прислали нам письма, я получила такое письмо именно конкретно ко мне. Хотя вот у меня муж ответственный квартиросъемщик. Откуда у них такие данные? Чтобы можно прийти к адвокату и дать показания на активистов. И за это якобы заплатят 10 тысяч гривен. Это чистый подкуп уже, извините, свидетелей. От кого вам пришло письмо? Это пришло от адвоката фирмы застройщиков. От городских властей народ пока добиться ничего не может. Несколько недель назад хозяева здешних квартир своими силами демонтировали часть стройзабора. Со стороны городских властей не произошло ни единственного действия в поддержку народа. Всячески на заседаниях говорилось, всякие комиссии поднимались, что нужно предотвратить эту ситуацию, чтобы не было конфликта, снести забор. Документов на это не было. Выделено горсоветом и в том числе нашим любимым мэром, который сказал, а распоряжение дать письменного не дал. Жители домов по улице Филатова вступили в диалог с представителем застройщика. Поведомленные про початок бодивальных работ также регистрируются при предъявленном проекте. Нам вы говорите, что тут одноэтажное здание. Давайте так. Управление архитектуры градостроительства, извините, я не договорил. Пожалуйста, пожалуйста. Сообщило, что оно вам градостроительные условия обоснования не выдавало для разработки проекта. Правильно, мы еще не подавали на это. На место конфликта приехал также ряд активистов, полиция и сотрудники охранных структур. Мы сюда приехали, проконтролируя, что не было провокации. Участники митинга провели также субботник. Немного причесали зеленую зону. Мария Сапкалова, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Далее переходим к новостям из Одесской области. Так в Савране открылся новый детский сад. Новое здание потратили около полутора миллионов гривен. В райцентре также отремонтировали спортзал в местном училище. Открыли новый спортивный зал и молодежный центр. Проконтролировать качество новых объектов приехал председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Вместе с ним в районе побывала и Марьям Эль-Хасан Али. Эту малышку зовут Алина. Она пришла посмотреть на новый садик в Савране. Здесь уже освоилась. Больше всего девочке понравилась игровая площадка. А это Яна. Ее пятилетняя дочь Ева уже ходила в садик. В соседнее село Ольшанки. Но Савранский молодую маму просто очаровал. Теперь она хочет, чтобы дочка была только здесь. Клали сюда, видно, не только финансы, а и душ. Уже понравилось и решили, человеку посоветовались и решили перейти сюда. Хотя до этого мы были у Ольшанки. Новый детский садик строили полтора года. Раньше здесь была заброшенная школа. Здание в буквальном смысле трещало по швам. Объект довольно сложный, потому что он разваливался. Стены были полностью разрушены, фундамент треснутый. В стенах были шели до 10 сантиметров. Вот пришлось весь этот объект усиливать. Оббрать в обойму, усиливать фундаменты. За полтора года строительства из развалин удалось сделать современный детский сад. На реконструкцию потратили почти полтора миллиона гривен. Теперь здесь есть все необходимое для маленьких совранцев. Записались до открытия. Уже у нас группы сформированы. В одной группе 20 деток. Всего здесь будет две такие группы малышей. Директор говорит, особенность детсада в современности. Ведь большинство районных строили еще в советское время. Совсем скоро здесь будут спать маленькие дети. Новый детский садик в Савране открывается уже в понедельник. В Саврань приехал и председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Говорит, очень важно делать что-то значимое для детей. В поселке два детсада. В районе около 15. Малышей много. Появление нового значительно уменьшило очередь. Открывает этот детский сад. Район практически почти здесь не осталось очередей. Там может быть несколько человек всего. Это большой прорыв, потому что большинство районов, не только Одесской области, но и все Украины, сейчас очереди в детские садочки. Кроме детского садика здесь открылся и этот современный тренажерный зал. Он будет бесплатным для всех социальных групп, таких как многодетные семьи или малоимущие. Плата для остальных 70 гривен в месяц. В зале поместится до 100 человек. Вот такой вот тренажерный зал с современными тренажерами. Развивать совранцы смогут не только силу, но и ум. Для этого здесь открыли этот молодежный центр. Называется «Новое поколение». Он работает уже три месяца. Савранская молодежь занимается здесь по разным направлениям. Они смотрят научные фильмы, учат английский или рисуют. А работают в новом поколении волонтеры из Америки. Вот один из них. Его зовут Роберт Фрэнсиес. И последний подарок для совранцев – вот этот спортзал местного профтехучилища. Глава Совранской райгосадминистрации говорит, район должен стать полностью европейским. И чем быстрее, тем лучше. Мы когда только пришли в район, у нас была одна из задач – это делать объекты достаточно высокого уровня. Для того, чтобы мы уже не возвращались в советское прошлое, а все-таки делали что-то новое, что-то современное. Приближали Европу, собственно говоря, к нам. Местная власть останавливаться не планирует. Дальше хотят построить футбольный стадион, а еще благоустроить местный парк. Сделать там открытое пространство, как в Одесском зеленом театре. Марья Мальхасанали, Алексей Филиппов, 7 канал. Вот сейчас тот самый редкий случай, когда наверняка многие одесситы, особенно молодые мамы, смотрели этот сюжет и завидовали жителям Одесской области. Надеемся, что скоро и в Одессе когда-нибудь все-таки появятся детские сады. И к другим темам. В Одессе прошла вторая конференция Black Sea Summit. Это масштабная встреча представителей IT-культуры практически со всего мира. Битва стартапов, выступления иностранных спикеров, последние изобретения в мире технологий, даже вживление чипа под кожу человека. Как сегодня люди превращаются в киборгов, видела наш корреспондент Яна Нестеренко. Это уже вторая конференция Black Sea Summit в Одессе. Здесь говорят об основных трендах в технологических инновациях. Обсуждают перспективы развития и новые возможности инновационной экосистемы в Одессе и в Украине. Интернет-приложения, агро- и биотехнологии – основные темы этого года. А также иностранные гости из восьми стран, 90% которых первый раз выступают в Украине. У нас приехали участники из Словакии, из Чехии, из Голландии, из Израиля. Действительно приехали, чтобы посетить наши события. Потому что им интересно, что же происходит в Украине. Украина нашумевшая, как технический хаб, но про который никто не знает. Все не читали, но никто ее не видел. В этом вся стойка, в этом весь интерес этой конференции. Сегодня агропромышленность активно развивают с помощью новых технологий. Из Киева в Одессу приехала маленькая метеостанция, которая облегчит работу многим аграриям и улучшит качество производства. Данные сами будут приходить в виде уведомлений на телефон или на почту. Собирают метеоданные. А это направление ветра, скорость ветра, уровень осадков, температура, влажность, воздух. Потом у нас замечательная солнечная панелька, которая генерирует электричество. Потом, самое основное, это мозги, которые внутри здесь установлены. Дальше датчик влажности почвы, датчик температуры почвы. Здесь же можно увидеть и нетрадиционную Формулу-1. Соревнования беспилотников. Новый формат гонок в Украине. Дроны должны преодолеть препятствия, демонстрируя ловкость, маневренность и скорость. Гонки по воздуху на трассе с препятствиями. Это дрон-рейсинг. Такой вид спорта активно набирает обороты по всей Украине. Чемпионаты прошли в нескольких городах страны. За моей спиной демонстрация спортивного дрона. В планах проведения таких соревнований и в Одессе. Одним из главных и необычных гостей стал Патрик Крамер. Главный киборг-сотрудник по G-WELL. Он вживил себе чип в руку, с помощью которого можно управлять практически всем. Расплачиваться в магазине, открывать входную дверь без ключа. И даже хранить свои паспортные данные в маленькой пластинке под кожей. На саммит приехали и те, кто уже решил стать частью кибер-системы. Я стану киборгом, во-первых. Окей, ради шутки стану киборгом. На самом деле у меня вживут чип, который, как я поняла, можно программировать в зависимости от того, что тебе нужно. Ее можно программировать при помощи мобильника, специальных приложений. Можно, например, вот тут открывать двери специально, но тут надо иметь специальный ключ, чтобы его настроить. Я еще не знаю всех возможностей, но то, что мне рассказали, меня заинтересовало достаточно, чтобы захотеть. Казалось бы, еще совсем недавно мы видели такое только в кино. Но сегодня, меньше чем за 30 секунд, Николета стала почти киборгом. Black Sea Summit в Одессе – это хорошая возможность развивать эти сферы в Украине, принимать международный опыт и показывать всему миру потенциал наших инноваторов. Яна Нестеренко, Никита Кричко, Седьмой канал. Одно из главных опасений и скептиков вот таких вот инноваций в том заключается, чтобы вот эти чипы, вживленные под кожу, ими не могли управлять люди извне. Ну, поживем – увидим. И к другим темам. На сей раз уже у нас спортивная тема. Это украинская паралимпийская сборная довольно ярко начала игры в Рио-де-Жанейро. 49 медалей. За 4 дня на счету у наших спортсменов уже 18 золотых, 13 серебряных и 18 бронзовых наград. Так, наш земляк Роман Полянский завоевал золото в гребле. Одесситка Ольга Ковальчук взяла серебро в стрельбе из пневматического пистолета. И наш легкоатлет Руслан Картышев принес бронзу по прыжкам в длину. В общем медальном зачете украинская сборная занимает третье место на правом. На первом месте команда Китая на втором – Великобритании. Мы желаем нашим спортсменам удачи и дальнейших побед. Одесский Черноморец продлил свою победную серию до четырех игр. В воскресенье моряки принимали на домашнем стадионе футбольный клуб «Александрия». До начала матча команды имели одинаковое количество очков по 9, но на 57-й минуте после прострела с фланга игрок «Александрии» Андрей Гитченко забил мяч в свои собственные ворота. И Черноморец повел в счете. Этот гол стал единственным в матче. Четвертая подряд победа поднимает детский Черноморец на пятое место в украинской премьер-лиге. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий сегодняшнего понедельника. Во всем самом важном будем информировать вас уже меньше, чем через два часа. Встретимся в этой студии в 16.00. Ну а если вам есть что рассказать нам, звоните в редакцию 7 по телефону 726-3226. Увидимся. Не переключайтесь и будьте в курсе.